здравия всем слушателям подписчикам моего канала и в этом видео предлагаю вспомнить про периодичные катастрофы и показать те засыпанные города которые нашла наука и вообще помочь исторической науке вспомнить то что знают прекрасно биологи археологи но точно не историки потому что если бы они хотя бы раз прочитали диалоги платона в которой указывается беседа с египетским жрецом об атлантиде то они по хотя бы понимали что же происходило у нас 13 тысяч лет тому назад и как это связано с теми периодичными катастрофами которые начались потом потому что в этих диалогах рассказано о том что род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе и вас и у прочих народ народа всякий раз как только успеет вырабатываться письменность и все прочее необходимое для городской жизни вновь и с небес не развергаются потоки словно мор оставляя из вас лишь неграмотных и не ученых и вы снова начинаете все сначала словно только что родились не зная ничего о том что совершали в древние времена вы храните память только об одном потопе их было много тут же указывается что ранее существовал огромный остров атлантида который лежал перед тем проливов которые называются на вашем языке гераклове столпами то есть сегодня это гибралтарский пролив этот остров превышал своими размерами ливии и азию вместе взяты и с ним из него тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова а с островом на весь противолежащий материк я повторяю это пятый век до нашей эры и что мы тут видим не только погибшую атлантиду но и противолежащий материк то есть америку которую колумб откроет примерно через две тысячи лет а здесь об этом уже на рассказано плюс рассказывается о периодичных катастрофах так самое интересное что в наши времена это подтвердил том числе и ломоносова многие другие честные историки и те кто изучали вообще геологию земли потому что есть труд ломоносова слоях земных 18 века до наше время много раз пересдавался и что же он там пишет основываясь на своих мягко раскудных данных он все равно оказывается что в холодных климатах показаны в каменных горах следы трав индейских с естественным начертанием уверяющим о подлинности их породы то есть он показывает что на севере существовало существуют и жили растения которые присущи только для тропических широт вот о чем здесь речь то есть опять же это происходит гибель этих растений из-за чрезвычайно насильство внутреннего подъема действия другие же приписывают не чувствительность наклонения всего земного глобуса который во многие века переменяет расстояние эклиптики от полюса посему следует что в северных краях древние веки великие жары бывали где слонам родиться и размножаться и другим животным также растениям около экватора обыкновения держаться можно было то есть о чем он говорит о том что говорят и древние о том что у нас начало жизни начиналось на северном полюсе и там были тропические температуры растения животные здесь же она обращать внимание что геодор сицилианин писатель времен августовых из древних известий передал что хай алдейские астрономы похваляется своими наблюдениями 403 тысячи лет самое смешное что двадцатом веке нашли эти глиняные таблички перевели там точно такие данные то есть наши цивилизации на земле жили сотни тысяч лет что запрещено современных условиях исторической религии потому что это не наука религия они не хотят видеть все эти доказательства моим поможем чем сможет то же самое что и ломоносов обращал внимание что как бы под землей находится огромное количество лесу которые повалены тем потоком который шел как бы с севера то есть водный поток грязь и это шла с севера ввалила эти леса ну и там же обнаруживаются следы следы жительства обычных людей жили люди была растительная жизнь она моментально погибают именно поэтому народ не значит свое прошлое не имеет будущего этот сам ломоносов говорил у нас предупреждал о том чтобы мы не повторяли ошибки прошлых цивилизаций которые не учитывают эти периодичные процессы которые постоянно происходят самое смешное современная наука подтвердила это много раз то есть про тотальное вымирание жизни 13 тысяч лет назад они прекрасно знают археологи биологи не знаю только историки и вот исследования показали что как раз перед тем как начался ледниковый период было наоборот огромный прогрев потому что образовывались структуры стеклоуглерод который образовывается только при температуре 3500 градусов то есть сначала все горело и пылало а только потом начало замерзать они же ставят вопрос почему же то потому что разрушена была вторая луна фата о чем я показывал много раз в предыдущих видео о чем древние веды сообщают и погибло 90 процентов жизни на земле вот этот диск из германии где синенькая стрелочка выделена эта луна луна леля погибла в предыдущих катастрофах вот этот красным она выделена она погибла 112 тысяч лет назад у вас от нее остался праздник пасха и кто когда вы стукаетесь ей яйцами как когда был как бы символически разбивается это луна об этом я говорю предыдущих видео смотрите предыдущие видео переходите по ссылкам но самое интересное что наука как бы уже подтвердила что на землю упал объект который имел как бы следы жизни в том числе и земной то есть на метеорите обнаружены ископаемые водоросли то есть метеорит упавший на шри-ланке исследовали и что там остатки пресноводных организмов но камень же прилетел из космоса как это может быть это все очень просто это была луна фата там были океаны вода она как раз и послужила причиной потопа ну и были живые микроорганизмы и не попали не только на шри-ланку ну и вот в антарктиду потому что они антарктиде нашли инопланетные бактерии возрастом 4 миллиарда лет то есть как бы на метеорите говорят ну наверно марсианский но возраст 13 тысяч лет он попал сюда значит а был как раз осколок фаты и окаменевших мир микроорганизмов и сама фата сформировалась может как раз примерно 4 миллиарда лет назад как и наша солнечная система не при ее разрушения она попала в разные части земли то есть наука современная об этом знает знает еще недавно вот девятнадцатый век книга о переворотах или изменениях поверхности земли то есть большая часть этих переворотов были внезапными и он как бы рассматривать последний переворот и показывает что как бы эти разрушения все эти замерзности стала причиной какой-то моментальной катастрофы который погубила жизнь на земле животных но он пишет это в девятнадцатом веке скорее всего про ту катастрофу которая была только в семнадцатом веке почему я так говорю потому что даже фотографии вот таких храмов девятнадцатого века показывают что их скорее всего откапывали по шуму храму одна из самых высоких строений его откапывают кстати обратите внимание на синенькие стрелочки а какие-то там очень похожие структуры на фрактальные антенны они просто кресты соответственно эти полузасыпанные храмы которые как бы в глубине почему-то находится ну а все объясняется очень просто до глобальные катастрофы сельвые потоки ну а потом как бы тут то выжил тот и откопал соответственно потом идет раскопка города где этот храм находился потому что если посмотреть например на дворец царевич алексея который вроде бы считается постройки 1714 года вот его реконструкция в питере и оказывается что там дополнительный как бы этаж есть ну как минимум но такое происходит по всему миру то есть есть такое понятие как шурф фундамента перед вами как раз шурф фундамента старого здания он уходит на глубину 6 метров то есть понятно что перед нами один или два этажа как бы которые были погребены сливым потоком но потом следующие пришли цивилизации и сверху настроили свое строение вот и все то есть таких структур по миру множество вот даже вот это пенза например видно что это закопанный этаж подземный ереван и так по всему миру лондон окна в землю ну так строили вполне возможно так и строили никто не против но периодичность катастроф это не отменяет то же самое перед нами опять окна в землю но это вроде бы город основанный только в начале 19 века то есть он всего 200 лет то есть культурный слой так не мог накопиться а в чем же ответ ответ очень простой вот эта книга о канаде и и первоначальных людях что там написано в этой части северной америки которая южнее нынешнего штата нью-йорк нынешняя раса индейцев по-видимому вытеснила гораздо более цивилизованную расу строителей укрепленных городов и постоянных храмов которые были хорошо знакомы с использованием металла на вытеснили они как бы остатки белых людей которые выжили после катастроф вот вам и весь секрет почему америку заселили недавно почему как бы огромное количество закопанных городов и это не просто там в северной америке по всей америке то есть американский геолог ульям ниве близ мехико откопал город на глубине 10 метров то есть они говорят что катастрофа произошла скорее всего в 1629 году ну там были наводнения с сельвые потоки сходили это все город и засыпало но походу они там нашли три подобных слоя то есть было три подобных катастроф и последняя все таки добила этот город датирует 17 века ну почему все может быть только город на воде он присущ венедом как раз венеция оттуда же таких затерянных городов множество опять 2015 год гондурас город обезьян были бога обезьян заброшен был скорее всего 16 17 век может как раз благодаря вот этой катастрофе периодично одно из них 1852 год город рокволл основан 1840 году но через 12 лет как бы строительство они обнаружили стену и оказалось что длина стены 11 километров на 6 километров а высота 12 метров и все это под землей притом самое интересное что рокволл это и есть как бы название что камень и стена то есть город за каменной стеной но они-то основывали в чистом поле оказалось что тут гигантское сооружение ну и таких чудес хватает то есть нашли корабли погребенные под улицами сан-франциско по официальной версии как бы про них забыли закидали всяким там потом начали сверху город строить ну или скорее всего это просто следы погибшей цивилизации которая погибла в одном из подобных катастроф то есть в америке подобных чудес хватает то есть это присуще по всему миру опять же амаха небраска видно что идут гигантские работы по откапыванию кого-то или чего-то ну чего оставьте свое мнение в комментариях пицбург пенсильвания явно видно что первый этаж они все-таки откапывают они строят поэтому мы вспоминаем забытое прошлое помните повторение мать учения но информация никогда сразу вниз и запоминается посмотрите видео столько раз сколько нужно если нашли интересные материалы бросайте их в ссылках в описании под видео чтоб как бы человечество получила возможность выживания не только элиты ну и как можно больше числа разумных людей все ссылки на используем материал в описании под видео плюс интернет вам в помощь ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени который ничего не видеть не слышит а только уткнулась в гаджет как раз поставьте лайк подпишитесь напишите свой комментарий поделитесь видео своих социальных сетях это поможет распространению здравомыслия в конечных заставках продолжение на эту тему для того чтобы вы поняли что подобных материалов огромное множество также переходите на мой сайт ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео там размещены мои статьи в том числе и запрещенные на других платформах плюс там же существует и магазин магазин существует для тех кто хочет и может поддержать мою деятельность для того чтобы я ее и продолжал я же смогу вам содействовать в том чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения либо освоили силу живой воды проводили измерения которые помогут понимать что вы едите что пьете плюс получили лучшие натуральные витамины именно иван-чай плюс опять же сила живой воды это водород и озон именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней потому что они минусальны подходят как одному человеку как и всем членам семьи и один раз купленные не требует других расходников плюс например детектор электромагнитного излучения мы все живем городах а там огромное количество электромагнитных полей и имея эти простые измерительные приборы вы сможете не попадать под их влияние а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств а и